В МВД по Адыгее была проведена пресс-конференция для республиканских средств массовой информации. Ее темой стали результаты служебной деятельности ведомства в 2015 году и задачи на 2016 год. Пресс-конференцию провел министр внутренних дел по республике Адыгее Александр Ричицкий. В ней также приняли участие его заместители Мурадин Брантов, Константин Травин и Евгений Далматов. Мероприятие началось с приятного момента. Александр Ричицкий поздравил журналистов с Днем Печати и вручил почетные грамоты за активное сотрудничество в освещении деятельности МВД по республике Адыгее. Грамоту получил и заместитель главного редактора газеты «Кашхабские вести» Роза Зелушева. Глава республиканского МВД отметил, что в целом поставленные перед органами внутренних дел задачи по поддержанию правопорядка в Адыгее выполнены в полном объеме. Ситуация в регионе находится под контролем и отличается стабильностью. Справедливо было бы отметить, что эта стабильность обеспечена совместными усилиями органов власти, всех правоохранительных структур республики Адыгея, включая органы безопасности, прокуратуру и судебные органы. Что касается статистики, за 12 месяцев оперативная обстановка на территории республики характеризуется увеличением общества общего количества зарегистрированных преступлений. В абсолютных цифрах это составляет 4958 преступных деяний на 22,6% больше, чем в 2014 году. Общая раскрываемость зарегистрированных преступлений составила 72,9%. Данный показатель более чем на 18% выше, чем в среднем по Российской Федерации и в Южно-Федеральном округе. Во многом увеличение числа зарегистрированных преступлений обуславливается повышением активности самих правоохранительных органов по инициативному выявлению преступлений. Еще один фактор это ужесточение учетно-регистрированной дисциплины. Мы сегодня при наличии законных оснований в течение суток возбуждаем практически уголовные дела. На цифры статистики также серьезно повлияла тенденция к существенному увеличению преступлений, связанных с телефонными мошенничествами и банковскими картами. Но сегодня говорить о реальном всплеске преступности нельзя. В подтверждение моих слов хочу обратить ваше внимание на самый главный статический показатель, наглядно объективно характеризующий уровень преступности в нашем регионе. Есть такая формула, как определяет количество совершенных преступлений на 10 тысяч населения. Так вот, в Республике Адыгея такая цифра составляет 109 преступлений на 10 тысяч населения. В Российской Федерации такая цифра составляет 165 преступных деяний. В Южно-Федеральном обруге 145 преступных деяний. Тяжких и особо тяжких преступлений из числа общего зарегистрированного составляют в абсолютных цифрах 1003 преступления. Раскрываемость составляет 75,6%. Это высший средний показатель по России и Южному Федеральному округу. Приоритетным направлением деятельности Республиканской МВД в прошлом году осталось, и в этом году остается, это противодействие терроризму и экстремистской деятельности. На территории Республики зарегистрировано 6 преступлений террористического характера и 8 преступлений экстремистской направленности, а также 8 заведомо ложных сообщений об акте терроризма. Необходимо отметить, что террористических актов, конфликтов на межэтнической и религиозной почве на территории Республики не допущено. На пресс-конференции озвучены результаты работы ведомства в сфере борьбы с экономическими преступлениями, обеспечения общественной безопасности и правопорядка при проведении мероприятий с массовым участием граждан. Подробно Александр Личицкий остановился на деятельности полиции Республики по обеспечению безопасности дорожного движения. Проблема, которая продолжает оставаться крайне чрезвычайно острой и заботит все общество, это состояние аварийности на дорогах. В прошедшем году снижены некоторые показатели аварийности. Всего зарегистрировано 516 дорожно-транспортных происшествий. Это на 2,1% меньше, чем в 2014 году. В результате ГТП 602 человека получили травмы. Это незначительно меньше, чем в прошлом году. К сожалению, нам не удалось. Число погибших было увеличено на 2% и составляет 131 человек. За последнее время в целом нам удалось повысить общую культуру поведения участников дорожного движения. В Республиканском ВД в прошедшем году была создана специальная группа, которая занимается организацией мероприятий в сфере обеспечения правопорядка и безопасности дорожного движения при проведении свадебных торжеств. Анализ правоприменительной деятельности показывает, что сотрудниками ГИБДД было выявлено более 157 тысяч административных правонарушений. Пресечено 2647 фактов управления транспортных средств в состоянии опьянения. Это несколько меньше, чем в прошлом году. В этом плане серьезный профилактический эффект имела активная правоприменительная практика полиции Республики по привлечению к уголовной ответственности лиц, повторно управляющих транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В завершении своего выступления министр обозначил приоритетные направления в работе МВД в наступившем году. В завершении своего выступления несколько слов о задачах на этот год. На мой взгляд он будет не таким простым, более сложным. Нам понадобится максимальная концентрация сил. Главное политическое событие года это предстоящие выборы депутатов 7-го созыва Государственной Думы. Кроме этого мы должны обеспечить безопасность и защиту законных интересов всех граждан, попавших в беду на территории Республики. Каждый, кто обратится в органы внутренних дел, должен получить незамедлительную и профессиональную помощь. Приоритет также будет отдаваться кадровой работе. Речь идет о повышении профессионального уровня сотрудников полиции и оптимизации системы отбора молодого поколения. Завершая свое выступление, не пользуясь случаем, хочу поблагодарить руководство и жителей Республики Адыгея за помощь и поддержку. О результатах работы своих подчиненных журналистам также доложили заместители министра Мурадин Брантов Евгений Далматов, начальник следственного управления Константин Травин. После выступления участников пресс-конференции журналистам была представлена возможность задать интересующие их вопросы. В завершении встречи Александр Речицкий поблагодарил представителей средств массовой информации за помощь и поддержку в оперативном и объективном освещении результатов деятельности полиции. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова